Я приветствую вас, друзья. В этом видео я хочу вам рассказать еще подробнее о банкротстве физических лиц. Давайте обо всем по порядку. Банкротство физического лица – это процедура, которая позволит вам избавиться практически от всех долгов. Ее проведение актуально в том случае, когда банки или микрофинансовые компании отказывают в реструктуризации. Вы потеряли работу, утратили трудоспособность и в ближайшее время не сможете погасить кредиты. Право на признание банкротом россияне получили 1 октября 2015 года. Как же проводится эта процедура? Давайте рассмотрим поэтапно, чтобы всем было понятно. Первое – это определение оснований для банкротства. Объем задолженности в 500 тысяч рублей и срок просрочки, выплат более трех месяцев важны, но не ключевые параметры. Инициировать процедуру банкротства возможно по объективным причинам, среди которых потеря работы, серьезное заболевание, отсутствие возможности трудоустроиться, снижение уровня дохода, меньше чем общая сумма платежей по обязательствам. Финансовые проблемы носят долгосрочный, а не временный характер. Это тоже важно. Если у вас есть реальные основания для того, чтобы начать процедуру банкротства, можно переходить к следующему шагу. Шаг номер два – это сбор пакета документов. Чтобы физическое лицо признали банкротом, необходимо подготовить внушительный по объему пакет документов. При обращении к профессионалам на решение этой задачи потребуется около одного месяца. Сроки будут зависеть от числа кредиторов и других факторов. Для процедуры банкротства необходимы паспорт гражданина России, страховое свидетельство СНИЛ, свидетельство о рождении детей, если они еще не достигли совершеннолетия, свидетельство ННН, подтверждающее постановки на учет в налоговой, свидетельство о заключении брака или его расторжении. Также кредитные документы, подтверждающие наличие непогашенной задолженности. Достаточно распространенной является ситуация, когда договоры кредитов, займов утеряны. В этом случае вам необходимо направить обращение к кредитору на получение их копий. Также у него претенденту на признание банкротом нужно получить подписанную и заверенную печатью справку о наличии задолженности, письмо с требованием погасить задолженность, решение суда или судебный приказ. Кроме того, потребуется взять справку в Федеральной службе судебных приставов о начатых исполнительных производствах, распечатать информацию из личного кабинета на сайте организации кредитора. Нередко должники просто боятся пойти в банк или другое кредитное учреждение. На самом деле в этом нет ничего страшного. Ведь справки о задолженностях выдаются быстро и без проблем. Даже при существенной просрочке вам не откажут. Ведь кредиторы заинтересованы в том, чтобы сложная ситуация в итоге была разрешена. Если вам выдавался займ в МФО, лучше направить официальный запрос, ведь в офисе документы часто отказываются выдавать. Это на практике. Получать справки о задолженности лучше лично, это будет быстрее. Если вы доверите решение указанной задачи своему представителю, потребуется время на проверку его полномочий. Помимо перечисленных выше, понадобятся следующие документы. От работодателя эта справка 2 НДФЛ за 3 года. От Пенсионного фонда сведения о состоянии лицевого счета и справку о размере пенсии. От налоговой службы копии налоговых деклараций за 3 года или справку об отсутствии дохода. А также справку об отсутствии наличии статуса индивидуального предпринимателя. От банков выписки по счетам и вкладам тоже за 3 года. Это важно. Также вам могут понадобиться документы, которые подтверждают проведение имущественных сделок в течение последних 3 лет. Брачный договор, справка о присвоении статуса безработного. Шаг номер 3 – это подготовка и подача заявления о несостоятельности. Прохождение этого этапа при участии специалистов займет не более 2-3 дней. Этот срок нужен для обработки собранного пакета документов, подготовки и подачи заявления в суд. Оно должно содержать следующие сведения. Название организации кредиторов и объем долга перед ними. Семейный статус истца и наличие либо отсутствие у него иждивенцев. Имущество должника. Счета, вклады, наличие остатков на них. Актуальный размер дохода. Перечень сделок за последние 3 года. Информация о саморегулируемой организации, член которой станет финансовым управляющим в вашей процедуре банкротства. Описание обстоятельств, которые обусловили неплатежеспособность. Перед тем, как подавать заявление, необходимо предпринять ряд промежуточных действий. Речь идет об уплате госпошлины. 300 рублей. Внесение 25 тысяч рублей на депозитный счет арбитражного суда для оплаты услуг управляющего. Это обязательно. Заявление подается в арбитражный суд по месту постоянной или временной регистрации. Сделать это можно через судебную канцелярию по почте России или через специальный электронный сервис «Мой арбитр». Потребуется создание учетной записи на портале госуслуги. Имейте это в виду. Шаг номер 4. Это выбор финансового управляющего. Роль финансового управляющего в процедуре банкротства очень важна. Если вы не подойдете внимательно к этому выбору специалиста, то это может привести к таким неприятным последствиям, как затягивание процедуры более чем на год вместо обычных 6-7-8 месяцев. Дополнительные временные затраты на изучение имущества супруга, супруги, потенциального банкрота. Информация получается через суд. Отказ в признании несостоятельности. Необходимость искать нового специалиста, поскольку финуправляющий может приостановить участие в процедуре или вовсе выйти из нее в любой момент без объяснения причин. Шаг номер 5. Это посещение первого судебного заседания. Если у судьи не возникает претензии к оформлению заявления и в целом комплектности сопроводительных документов, то первое заседание может быть назначено в ближайшие от 15 до 90 дней. На их проверку у суда есть одна неделя. В течение этого времени заявление должно быть принято или оставлено без движения с указанием причин такового решения. На судебное заседание физическое лицо, которое претендует на получение статуса банкрота, должно принести оригиналы всех документов. Обратите внимание, что личное присутствие желательно, но не является обязательным. Вы можете прислать в суд своего уполномоченного представителя. Нелишним будет воспользоваться услугами юриста по банкротству, поскольку он сможет правильно ответить даже на самые каверзные вопросы. Успешные результаты судебного заседания следующие. Признание вас банкротом и начало процедуры реализации имущества. Введение реструктуризации долгов при наличии планов произвести расчеты с кредиторами в течение трех лет. Если в первом случае все, казалось бы, понятно, то вторая ситуация требует разъяснений. Так, реструктуризация долга не предполагает достижение договоренности с каждым из кредиторов по графику платежей. Он утверждается судом. Сумма фиксируется, пение и проценты не начисляются. При реструктуризации статус банкрота не присваивается. У вас сохраняется возможность выезда за рубеж, открытия бизнеса, получения руководящей должности. Основные этапы реструктуризации долгов. Начало процедуры предполагает фиксацию долга, сопровождающейся прекращением начислений пени, штрафов и т.д. Вас больше не будут беспокоить представители коллекторских агентств. Кредиторы, исполнительное производство также приостанавливаются. Проводить сделки и операции на сумму более 50 тысяч рублей без ведома и согласия финуправляющего запрещено. Подготовка проекта реструктуризации. Согласно типовому документу, срок погашения задолженности составляет 36 месяцев. В некоторых случаях речь идет о частичном погашении долга и возвращении к первоначальному графику после трех лет. План должен быть выслан финансовому управляющему в течение двух с половиной месяцев. Собрание кредиторов. Если план реструктуризации составлялся кредитором, то на общем собрании он утверждается. В противном случае выдвигается ходатайство о реализации имущества. Утверждение плана судом. Суд имеет право утвердить план на 24 месяца без согласия кредиторов. На 36 месяцев с их одобрения. Обязательно. Шаг номер 6. Это реализация имущества. Если вы были признаны банкротом, начинается следующий этап, связанный с реализацией имущества. Если, конечно, есть, что реализовать. Проводить сделки самостоятельно не получится. Все документы нужно передать финансовому управляющему. Может быть подготовлен запрет на выезд за границу на время продажи имущества. Длительность процедуры, как правило, составляет 6 месяцев. Если квартира, автомобиль или другое имущество находятся в залоге, процесс может затянуться до года. Продавать запрещено такое имущество, как личные вещи и предметы домашнего обихода. Единственное жилье и землю, на которой оно возведено. Приспособления, которые нужны для профессиональной деятельности банкрот. Это тоже важно. Если реализация имущества была успешно завершена, долги перед кредиторами за должность по коммунальным платежам, налогам, сборам списываются. Обязательства сохраняются по алиментам за причинение морального ущерба и вреда здоровью по штрафам уголовного и административного характера. Если суд обнаружит, что вы предоставляли неправдивые сведения, злостно уклонялись от уплаты налогов, допускали другие серьезные правонарушения, то в списании долгов может быть отказано. Если вы хотите, чтобы ваша процедура банкротства прошла гладко и быстро, а самое главное, чтобы она завершилась гарантированным списанием долгов, что важно, обращайтесь ко мне на консультацию. Я помогу вам в достижении вашей цели. Субтитры создавал DimaTorzok